Добрый день, дорогие друзья! Мне очень приятно, что вы заглянули на мой канал. Сегодня я хочу продолжить своё повествование о своей любви к лилиям и именно к ОТ-гибридам. Аббревиатура ОТ происходит от двух слов ориенталь, то есть восточные, и Т трубчатые лилии. Это группа сортов, которая была выведена путём скрещивания восточных и трубчатых лилий. И цветоводы придумали для этой группы оригинальное название – лилийные деревья или лилии-гиганты. Возможно, в более жарком климате на юге нашей страны они вырастают все до двух метров. Но у меня до такой высоты вырастает только два сорта – Фризо и Притти Омэн. Остальные же лилии метр, метр двадцать. Цветоносы у них действительно мощные, крепкие, толстые, выдерживают на себе пять, семь и даже более крупных, шикарных цветов. От своих родителей восточных и трубчатых лилий ОТ-гибриды взяли самое лучшее. Но они ещё и заимели в процессе селекции свои прекрасные качества. Самое главное из них, я считаю, отличную морозостойкость. И что их не надо укрывать на зиму у нас в Московской области. Возможно, этот ролик вам пригодится, чтобы посмотреть на сорта, которые растут у меня, и получить о них представление. Потому что весной вы поедете покупать луковицы лилии в магазины, и чтобы вы были уже во всеоружии. Посмотрели, что вам нравится, а что не очень. В группе ОТ-гибридов огромное количество разных сортов. И все они отличаются огромным разнообразием окраски своих крупных, душистых цветов и формой цветков. Они могут быть чешевидные, широкочешевидные, трубчатые, челновидные и даже махровые. Но махровых сортов у ОТ-гибридов немного. По-моему, три или четыре сорта. Один желтый и три белых. И направленные эти цветы могут быть вверх, в стороны и вниз. Именно в этом цветнике у меня посажены все новые лилии, которые я покупала в этом году. Разбор луковиц был большой. 20-22. И поэтому результат такой. Здесь вот у меня посажено по три луковицы одного сорта. В конце ролика за описанием я обязательно дам ссылочку, как я сажала эти лилии. Вот великолепная махровая лилия Близзард. В некоторых источниках ее называют Восточной. Но я ее покупала как ОТ-гибрид. Посмотрим, как она перезимует. Потому что Восточные лилии у меня не смогли перезимовать. Я давно, правда, покупала. И потом я по весне обязательно расскажу, как она себя чувствует. Лилия Грейсфул. Она в этом цветнике из восьми сортов расцвела первой. Вот она сейчас уже отцветает. Красивые цветы воронковидной формы, бледно-розового цвета. В сиреневый немножко цвет отдает. А это прекрасная белая лилия Замбези. Крупные цветы до 23 сантиметров. Чешевидной формы, слегка закрученными наружу лепестками. Цвет чисто белый. А в середине такая красивая ярко-зеленая звезда. Пыльники коричневые. Если эту лилию брать на срезку, то пыльники лучше удалить, чтобы они не пачкали сам цветок. И вот еще один шедевр. Африкан Леди. Цветки у нее яркие, насыщенного, теплого красного цвета. С контрастной желтой кремовой каймой. Если эти отогнутые лепесточки выпрямить, то в диаметре цветок будет до 30 сантиметров. Длинные яркие тычинки заканчиваются вишневыми пыльниками. Red Desire. Цветки до 20 сантиметров чешевидной формы. Цвет вишневый. А структура лепестков как будто они вырезаны из атласа. Таким блеском отдают. Не могу не показать вам эту прекрасную розу. Плетистую. Rambler Super Excelsa. Цветет очень обильно, как заведенное все лето и до поздней осени, пока морозом ее не стукнет. Просто великолепная роза. И у нее тоненькие плети, она прекрасно укрывается. Я ее кладу на этот можжевельник и накрываю лутросилом. А это отцветает уже прекрасный сорт Brancusi. У нее очень крупные цветы, широко чешевидной формы смотрят вверх. Ярко-розовые окраски лепестки с широкой белой каймой по краю и таким легким гофре. Здоровая, матовая, темно-зеленая листва и такие уверенные цветоносы. А это мисс Пикуляр. Поскольку высота у нее сантиметров 90, и цветочки смотрят вниз, то их, конечно, неудобно рассматривать. Пока вот она у меня такая слабенькая, несмотря на то... Вот здесь вообще нету цветочка. Несмотря на то, что луковицы были крупного разбора. А это у нас Beijing Moon. Форма цветка у нее удлиненная. Похожа на трубчатую лилию. Лепестки очень широкие и такие рельефные сверху. Они сильно загнуты от центра, начиная с середины. Цвет у основания ярко-желтый, переходящий в основной белый цвет. Это опять красавица African Lady. Все эти лилии посажены у меня по три луковицы в одну довольно крупную лунку. И высотой они от 90 сантиметров до метр двадцать. Они так удачно все выстроились, которые повыше сзади стоят, а которые поменьше спереди. А это мой старый цветник. Эти лилии я покупала лет, наверное, 9-10 назад на ВДНХ. Это вот сорт называется Purple King. Высота этой лилии 140 сантиметров. Цветы довольно крупные, 25 сантиметров. Розово-сиреневый с белой звездой в центре. А это Purple Lady. Она очень похожа на предыдущую лилию. Немножко посветлее. Вот здесь у меня были посажены лилии. И поскольку раньше я сажала их без дёгтя, мыши всё сожрали. А это цветник тоже старый, с другой стороны дорожки. Вот эта прекрасная роза Maria Callas чайно-гибридная. И рядом с ней от Т-гибрид называется Pink Palas. Эти сорта я покупала лет 5 назад на ВДНХ в пачках. Они были с ростками. Я не знала, что в августе-сентябре желательно лилии с ростками не покупать. Вот я их купила, посадила. И мне пришлось ждать этого цветения почти 3 года. А это Frizo. Прекрасный сорт. 2 метра высотой. Не сказать, чтобы сами цветы поражались своей красотой. Но вот это величие их меня прямо вдохновляет. А это гипсофила. Я её посадила за чайно-гибридными розами. До чего она мне нравится. Такие мелкие-мелкие цветочки. Англичане называют её дыхание ребёнка. Это роза My Girl. Рядом с дорожкой я посадила чайно-гибридные розы. Вторым планом у меня идут высокие лилии. И там шрап Остина Олертон Олд Холл. А в этом цветнике у меня часть лилии, которую я покупала в 2021 году, заказывала в фирме Подворье. Это вот Red Desire. Ну, луковицы были некрупные. По-моему, 14-16. Поэтому вот они как-то не нарастают. Наверное, я их плохо кормлю. Вот в этом цветнике у меня все лилии из Подворья. Это от Тегибрид Федора. Тоже 2021 года посадки. Тоже из Подворья. Цветы красивые, крупные, сиренево-розового цвета. С такой белой звёздочкой. Ярко-зелёными штрихами посредине. И такими же ярко-зелёными тычинками. Лилии в такой гамме у меня очень много. Но я соблазнилась на разбор луковиц. 18-20, по-моему, был. Но и правда результат налицо. Метр двадцать высотой сама лилия. И на каждом цветоносе по пять крупных прекрасных цветов. Это лилия Вестаро. Изумительной красоты белые цветы. С красивой, ярко-зелёной звездой по центру, с зеленоватым горлом и плосковыми лепестками. Цветы до 25 сантиметров. Эти лилии у меня посажены в низине. Поэтому пришлось поставить срезанные полубочки без дна. Наполнить их плодородной землёй. И только в этом случае лилии не пропадут. Вот таким образом у меня посажено три сорта. А Вестара, Зельмира и Эль Капитан. Все эти лилии я покупала на сайте Ольга Флауэстром Европа в 22-м году. И в этом же году я их посадила. Результат изумительный. А это Эль Капитан. Цветы ещё более крупные. 30 сантиметров величиной. Ярко-малинового цвета. С чёткой белой окантовкой. Звёздочка в центре зелёненькая. Цветы очень яркие. Огромные, красивые, душистые. Но она маловато ростом на мой вкус. Мне хотелось бы, чтобы она была немного повыше. При таких огромных цветах. На заднем плане, там в тени у меня растёт пузульник Пржевальского. Подписчики мои мне задавали вопрос. Хорошо ли зимуют лилии без укрытия в этих металлических бочках? Хочу сказать вам с уверенностью, что они прекрасно перезимовали у меня. Ничем не укрытые. Только снегом. Но снега у нас здесь довольно много. Единственное, что они довольно поздно всходят. Но позднее, чем в других местах. Потому что здесь падает тень от леса. И снег лежит довольно долго. Лилии от эгибриды отличаются огромным разнообразием окраски своих крупных цветков. Вот посмотрите, лилия зельмира. Тут цвет даже и не описать. Тут присутствует и розовый, и кремовый, и жёлтый, и лососевый, и янтарный, и молочный цвет. Но посмотрите, как она хорошо смотрится после дождя. На лепесточках такие крупные капли, которые абсолютно её не портят. Очень живописная лилия. Я просто в восторге от неё. А со временем на солнце она выгорает, и все вот эти яркие цвета уходят, она становится цвета слоновой кости. Поскольку у меня эти лилии посажены довольно близко к лесу, то вот в этом году, в 23-м, лето было влажное, очень было много дождей, и у меня некоторые лилии болели. Пришлось их обрабатывать хомом, но пятна были не только на листьях, но и на самих цветах. Но про болезни лилии я хочу снять отдельный ролик. Сейчас лучше остановиться на том, в каких местах лучше растут лилии, какие надо для них условия. Если участок довольно низкий, то надо обязательно их сажать на возвышении. Нельзя допускать того, чтобы они заливались вешними водами. Ну и зимовать во влажной почве лилии не смогут. Даже такие выносливые и непривередливые как ОТ, ЛА, азиатские гибриды и мартагоны. Почва при посадке должна быть лёгкая, плодородная, с добавлением органики в виде перегноя. Не надо добавлять навоз, даже перепревший, потому что лилии могут заболеть. Надо добавить песка, если почва тяжёлая, торфа, минеральных удобрений, пролонгированного действия, чтобы там был азот фосфор калий, желательно с микроэлементами. И обязательно при посадке надо добавлять дёготь, потому что его запах отпугивает мышей. Я раньше этого не знала. И первую партию, которую я сажала, половина у меня сожрали мыши. Время цветения ОТ гибридов довольно сильно растянуто. Вначале цветут лилии с простыми формами цветка, чешевидными, а потом зацветают вот эти прекрасные махровые лилии. И потом, почти одновременно с ними, немного позднее цветут лилии с челновидной формой цветка. Прекрасная белая махровая лилия White Ice. Это просто символ чистоты и невинности. Здесь у меня посажено по семь луковиц одного сорта. Я считаю, что это ни к чему. Вполне достаточно для хорошего букета трёх крупных луковиц. А семь штук им здесь тесно. Придётся мне их пересаживать. Вот ещё великолепная лилия Miss Feia. Высота её полтора метра. Цветки с сильно закручивающимися назад лепестками получается цветок челновидной формы. Размер цветка до 25 сантиметров. Тёмно-красный с малиновым отливом. И такие тёмно-бордовые крапинки на лепестках. Цветов на самом цветоносе довольно много, но они расположены на большом расстоянии друг от друга. Такое впечатление, что они парят в воздухе. Цветы направлены вниз, но поскольку лилия довольно высокая, их удобно рассматривать. Ярко-малиновые лепестки окантованы довольно чётким белым кантом. Поистине, этот сорт является шедевром. У неё у основания, там, где тычинки, такие на лепестках волосики, что ли. Бохрома какая-то. Ну, очень красивая лилия, необычная. И цветёт она позднее других, в августе. Хотя вот там все отсветшие цветы уже срезаны. Вот осталась одна Федора. А это Шахерезада. Цвет красно-кирпичный с ярко-жёлтой каймой. А это на неё очень похоже Леслий Вудрив тоже. Черновидной формы цветок. Высота её метр двадцать. Она несколько потемнее лепесточками. Но у неё окантовка не такая жёлтая, как у Шахерезады, а такого молочного цвета. Анастасия. Лилия шедевр. Красота её просто завораживает. Очень крупные, прекрасные цветы черновидной формы. Цвет белый, снежно-розовый полосой посредине лепестка и довольно ярким розовым крапом. Высота её полтора метра. Цветы расположены тоже на довольно большом расстоянии друг от друга. И они такое же создают впечатление, как эмисфея, как будто бы они парят в воздухе. и источают сильный аромат. Эти все отэгибриды отцвели. Я срезала цветы, оставила цветоносы как можно больше, потому что из листвы луковицы получают питание. когда листва пожухнет. Мы срежем её, оставляя 10 сантиметров. И таким образом они уйдут под зиму. А вот последний цветёт прекрасная махровая лилия White Ice. Почему-то именно это запоздало. Дорогие друзья, я надеюсь, что кому-то этот ролик был полезен и вы можете выбрать себе сорта отэгибридов, которые вам понравились. До свидания, дорогие друзья! Заходите на мой канал. Будем любоваться лилиями и розами. Удачных вам покупок, здоровья, счастья и успехов!